Многие слышали, что крысы и тараканы смогут выжить даже при ядерном взрыве. Скорее всего, это не так. Здесь более необыкновенное существо, способное выжить в экстремальных условиях. Тихоходки существуют очень давно. Эти существа появились на Земле около 530 миллионов лет назад. Многие ученые строят гипотезу, что тихоходка пришелится с других цивилизаций. По их мнению, она прилетела на Землю на комете. Тихоходки – это крошечные животные микроскопических размеров. Длина муравья достигает 4-5 миллиметров, а длина тихоходки всего 1 миллиметр. Тихоходки – это как крупинка поваренной соли или песчинка. Поэтому тихоходок можно увидеть только под микроскопом. Тихоходки короткие и пухлые. Их тело состоит из 4 сегментов. И головы. На голове маленькое плоское лицо с выдвижным ртом. Некоторые виды тихоходок имеют даже маленькие глазки. У тихоходки 8 коротких толстых ножек с коготками на конце, что помогает ей цепляться за поверхности. Три пары ног направлены вперед, а четвертая – назад. Даже у таких микроскопических беспозвоночных имеется пищеварительная, половая, мышечная и даже нервная система с мозгом. А вот кровеносная и дыхательная системы отсутствуют. Кровь им заменяет жидкость, а дышат тихоходки через кожу. Тело покрыто панцирем, которое регулярно обновляется при линьке. У одних тело покрыто твердыми пластинами, шипами и усиками. У других тело мягкое и гладкое. Одни прозрачные, а другие нет. В общем, тихоходки все разные. Существует больше тысячи видов. Все тихоходки являются водными животными. Поэтому их и прозвали – водяные медведи. Название пришло от походки, которая напоминает походку медведя. Но если говорить правильно, то тихоходки полуводные. Их можно найти по всему миру, на любом континенте, даже в Антарктиде. Они могут выживать как в водной, так и в наземной среде. Например, подо льдом, в горячих источниках, внутри вулканов, в христианных дюнах, в горах, на глубине океана. Но самой любимой средой обитания являются мхи или шайники. Поэтому их ласково называют маховыми поросятами. Большинство тихоходок являются вегетарианцами и спокойно кушают мох. Внутри трубчатого рта есть маленькие острые зубы, которыми они прокалывают растения и высасывают из них сок. Есть тихоходки, которые питаются бактериями. Другие виды поедают мелких животных. А некоторые вообще питаются даже своими сородичами. Правда, когда у них достаточно еды и воды, они так не поступают. Когда тихоходки находятся в активной стадии, они живут как любое другое животное. То есть ползают, едят и размножаются. Однако, когда условия ухудшаются, тихоходки применяют особую форму существования. Они втягивают ноги внутрь и сжимаются. Тело начинает высыхать, потому что теряется 99% воды. Из-за этого тело уменьшается в размерах и становится похожим на бочонок. Поверхность покрывается восковой оболочкой, препятствующей испарению. Внутренние органы покрываются сахарным гелем, тригалозой, который напоминает стекло и предотвращает повреждения клеток. Такое состояние называется криптобиоз. Это значит, что тихоходки не живые, не мертвые. Они не едят, не двигаются и не дышат, ведь процессы в организме замедляются в 10 тысяч раз. Они могут пребывать в криптобиозе до 10 лет, что делает невозможным их уничтожение и дает способность выживать практически в любой среде. Как только высушенные тихоходки попадают во влажную среду, они буквально на глазах оживают и принимают прежний вид. Несмотря на то, что для нормального существования тихоходкам необходим кислород, в состоянии криптобиоза они могут несколько дней находиться в безвоздушном пространстве. Они выживают даже в атмосфере из чистого углекислого газа и сероводорода, ядовитых для человека. Тихоходки очень хорошо переносят сильно низкие температуры. Ученые замораживали их до минус 272 градусов, и они продолжали свое существование. Ученые даже помещали их в морозильник на 30 лет. А после разморозки они спокойно начинали двигаться. В состоянии криптобиоза тихоходки выдерживают даже кипячение. Эти существа способны вынести и невероятное давление. Тихоходок погружали в водное пространство с давлением выше, чем в океане, и они выдержали это испытание. Не страшна тихоходкам и радиация. Их помещали в радиационную среду в тысячу раз большую, чем та, которая способна убить человека. Но они все равно выжили. Тихоходки не только не подвержены воздействию радиации, но и с легкостью могут восстановить свой ДНК после облучения. Без скафандра люди могут погибнуть в космическом вакууме очень быстро. А вот тихоходки пробыли в космосе без какой-либо защиты в течение 10 дней, где подвергались солнечной радиации. Одна треть организмов вернулась на Землю живыми, а 10% из них даже начали размножаться. Некоторые специалисты предполагают, что тихоходки могут выжить на Луне. В апреле 2019 года израильский космический аппарат «Берешет» разбился при посадке на Луну. Этот снимок был сделан за несколько секунд до столкновения с Луной. На борту находились тысячи тихоходок. Ученые считают, что они, возможно, выжили. И теоретически, если этих животных вернуть на Землю, они должны ожить. Специалисты по генной инженерии уже начали проводить эксперименты на человеческих клетках. С целью колонизации Марса астронавтам уже ввели в ДНК гены тихоходки. В результате измененные клетки получили повышенную защиту от радиации. Тихоходки – единственные существа, которые смогут выжить в случае катастрофы на нашей планете. Они будут жить до самого конца Земли и смогут полностью исчезнуть, лишь только если испарятся все океаны или погаснет солнце. Вот такие удивительные и невероятно милые существа живут рядом с нами. Если вам интересно посмотреть, как выглядят эти супергерои, они легко доступны в любом мухе и могут быть увидены с помощью простейшего микроскопа. Субтитры создавал DimaTorzok